От зоны плей-офф саровских хоккеистов отделяет всего 12 очков. И чтобы войти в десятку лучших, им нужно как можно больше побед. В первой домашней игре в этом году в рамках высшей хоккейной лиги Кубка Шелкового пути саровские спортсмены скрестили клюшки с челябинским челметом. Поддержать любимую команду пришли преданные болельщики. Играют сегодня отлично. Все получается. Ребята с азартом играют сегодня. Не как раньше. До Нового года не было у них азарта. Сейчас более-менее есть. Классная игра. Классная, конечно. Не ожидал. Не ожидал от своей команды. В первом периоде саровские спортсмены взяли инициативу в свои руки и через несколько минут распечатали ворота челмета. А после забили еще одну шайбу. Второй период для обеих команд прошел сухую. Мы, конечно, проспали первый период. Потом уже было тяжело собираться. Моменты были. Удаление, конечно, нас подвели. Но мы не смогли реализовать свое удаление. Это пятиминутное. Ребята все бились. Молодцы. Третий период показал, что саровская команда решила укрепить лидирующие позиции. И уже в конце матча отправила еще одну шайбу в ворота гостей. Отыграться челмету не удалось. Итог матча 3-0. Тяжелая игра. Хороший соперник. Молодой, обученный, быстрый. Мы на это и нацеливали команду. Благодарен ребятам за самотверженность. Всех болельщиков с первой победой в новом году. По словам спортсменов хоккейного клуба «Саров», секрет успеха матча в правильном настрое команды. Это была первая игра после новогодних каникул. Все спортсмены отдохнули, провели время с родными и близкими. И полученный заряд положительных эмоций дал хороший результат. Счеты 3-0 на табло. Я думаю, что сегодня многое что получилось. И пользуюсь случаем, хочу поздравить всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Думаю, мы сегодня показали хорошую игру и болельщикам спасибо. На сегодняшний день хоккейный клуб «Саров» находится на 25-й строчке турнирной таблицы. Следующая домашняя игра пройдет 12 января. Наши хоккеисты примут на своем льду спортсменов из Кургана. Начало матча в 17.00. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.